Здравствуйте! Это «Вопросы доктору» и я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня я отвечаю на вопросы про атеросклероз, а осложнение атеросклероза лечат врачи моей специальности – реаниматологи. Сонные артерии забиты холестериновыми бляшками. Врачи говорят, что нужно наблюдать, но до каких пор можно не предпринимать каких-то действий. Действительно, одно из проявлений атеросклероза, пожалуй, главное проявление атеросклероза – это отложение холестерина в сосудах под стенкой интимы. Так вот, эти бляшки или холестеромы, они могут сужать просвет сосуда и нарушать кровоток в разных органах. Если этот кровоток нарушается критично, и орган начинает не хватать крови и кислорода, соответственно, то могут развиваться ишемические нарушения. В мозге это инсульт, в сердце, если это коронарные сосуды, то инфаркт, проблемы с почками, проблемы с кишечником, не дай бог, или частая ситуация у курящих людей – это проблемы с нижними конечностями. В данном случае мы говорим о бляшках в сонных артериях, и это, безусловно, риск развития острого нарушения мозгового кровообращения. Считается, что если просвет сосуда сужен меньше, чем на 50%, это гемодинамически незначимо и ничего делать не нужно, стоит просто соблюдать здоровый образ жизни. А вот если больше 50%, то есть разные способы восстановления кровотока от стентирования, то есть введения внутри сосуда различных металлических сетчатых каркасов, которые раздвигают и увеличивают просвет сосуда, до операции по удалению этих бляшек, либо по протезированию, по вырезанию пораженного участка артерии и протезированию этого участка каким-то другим сосудом, искусственным или собственным. В любом случае, действительно наблюдаться у врача стоит и следить за тем, как растет эта бляшка, вовремя предпринять какие-то действия. Почему появляются холестериновые бляшки? Неправильное соотношение между липопродоидами высокой плотности и низкой плотности приводит к тому, что избыток холестерина может выпадать вот в виде таких бляшек в стенках сосуда. В интернете вы можете найти огромное количество никем не подтвержденных способов очищения сосудов от атеросклероза. Еще один частый миф – у алкоголиков не бывает атеросклероза, потому что алкоголь растворяет жир. Однако наши патологоанатомы не поддерживают эту историю, потому что у очень сильно пьющих трупов тоже бывает атеросклероз, к сожалению. Как бороться с холестериновыми бляшками? Как с этим бороться до конца непонятно, но однако существуют препараты, которые снижают уровень холестерина – это статины. Мы рекомендуем отказаться от жареного, от животных и твердых жиров, потому что твердые растительные жиры, вроде кокосового масла, тоже вредны. И стараться соблюдать большую активность, избавиться от лишнего веса, включить в свой рацион питания рыбу не меньше трех раз в неделю, есть больше овощей, фруктов. Ну вот все то, о чем мы постоянно говорим и называем это здоровым образом жизни.